Ааа, здрасте! Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй, и мы продолжаем рубиться на золотом колосе. Погнали, в общем-то, смотреть, что у нас произошло между прошлой серией и этой, и что у нас вообще происходит на ферме. Во-первых, шестое поле. На нем растет пшеничка, и она уже убирается нашим суперским комбайном и нашим суперским трактором. Эта парочка, в общем-то, будет работать, и пускай работает. После того, как они все это дело уберут, они поедут работать на тридцать седьмое поле. Здесь у нас тоже растет пшеничка. Что мы будем сажать потом сюда, я, честно говоря, без понятия. Будем смотреть по ходу дела. Будем смотреть на контрактики. Далее, друзья, идут наши прекрасные овечки. У них, в общем-то, все хорошо. Они сейчас находятся на стадии подрастающие. Сейчас 28-й день, они еще два дня будут. На 30-й день они уже станут продуктивными, и, соответственно, тогда начнут плодиться, размножаться и давать нам шерсть. Пока что они только едят, пьют и какают. Кстати, у нас прошел стрим. Технически он, конечно, был перед прошлой серией, но в игре это уже случилось после прошлой серии. И на этом стриме мы заготовили немножко силоса с Евлампия. Он привез комбайн-косилку, и мы заполнили полуямы на БГА. Соответственно, этот силос весь созрел, и я его перевез в наш вот этот вот самый ферментатор, хранилище. Можно, в принципе, открыть его. Это у нас силосная башня овчарни. Сейчас здесь лежит 331 куб силоса, и еще немножко осталось у нас тут в яме. Я, если помните, на серии пару ковшей отсюда выгреб. В общем-то, как будет время, я все отсюда перенесу. Здесь еще 30 кубов лежит. Пускай, в общем-то, лежит такой НЗ, запасик. Вообще, можно, кстати, открыть меню животных в овчарне и посмотреть. У них все хорошо. Едят они довольно-таки мало пока что. Они все подросшие. 500 штук у нас находятся в первом корпусе, 200 во втором. В общем-то, они начнут размножаться, начнут появляться ягнята, которые периодически будут перекидываться во второй корпус. Не знаю, честно, как это будет реализовано в дальнейшем. Как нам придется их там убивать, как за ними следить будет. Потому что, мне кажется, они каждый день, ягнята будут появляться. Может быть, придется выписывать. Вообще, у нас здесь показывается количество животных, поэтому, может быть, старых можно будет как-то вовремя сдавать на мясокомбинат. ХЗ, разберемся, друзья. Также, друзья, у нас есть теплички, которые уже тоже созрели и, соответственно, здесь есть некоторый урожай. Сейчас мы на это посмотрим. Можно, в принципе, позакидывать удобрения везде, чтобы было хорошо все. Еще 2 куба удобрения осталось. Можно по одному урожаю собрать. Еще отработанного грунта осталось, я его до сих пор не перевез. В общем-то, у нас есть тут 212 кубов клубники, 560 кубов баклажанчиков. Соответственно, друзья, у нас есть несколько контрактов. Именно клубника и баклажаны. Если математика мне не изменяет, то мы можем их сегодня без проблем выполнить. У нас еще клубники останется уйма. Соответственно, в порт нужно отвезти 70 кубов клубники. 280 кубов баклажанов отвезти на ЖДМ. 258 кубов баклажанов отвезти тоже в порт. И еще 74 куба клубники отвезти в портбокс номер 2. Сегодня мы этим обязательно займемся. Соответственно, выполним эти контракты. Еще там висит контракт на пшеницу. Но, наверное, не сегодня, потому что довольно-таки долго будут убираться поля. Ну и, наверное, самая эпичная часть, которая произошла между прошлой и этой серией. И, в принципе, те, кто читают ленту на Ютубе, и те, кто смотрят стримы, и те, кто сидят в Дискорде, в принципе, знают. У нас, опять-таки, был стрим с Евлампием. И мы собирали радиоактивное поле кукурузы. 37-ое оно у нас было засеяно на кукурузу. И мы собирали его на силос. Соответственно, мы чуть-чуть поработали на стриме. А потом я на работе ручками заполнял это все в ямы. И знаете, сколько силоса здесь получилось? В принципе, до хрена. Посмотрите, целая яма забита до отказа. И, в принципе, не одна. На самом деле, две. И даже не две, ладно. Их тут три. Ладно, их тут четыре. Все четыре ямы полностью забиты силосом под завязку. И они уже тоже созрели. Я, в общем-то, решил, что я весь этот силос продам. Если мы, опять-таки, посмотрим на цены. Где у нас тут силос? То самая большая цена на ферме Кузнецова. Можно продать, в принципе, на БГА. Сколько, кстати, стоит на БГА? По-моему, еще дешевле. Это уже смотрится у нас здесь. 262. Цена растет, но на БГА продавать долго. В принципе, продать такое количество силоса здесь, если что, примерно 6,9 миллиона литров. Во всех ямах вместе взятых. Я очень не хочу считать, мне впадло, если честно. Но в каждой яме чуть больше, чем 1,7 миллиона. В общем-то, продавать мы это будем на ферму Кузнецова. И для этого придется нам купить или взять в аренду фрезу. Сейчас у нас денег на это все дело нету. Поэтому сначала мы занимаемся контрактами. Потом берем фрезу и все это дерьмо продаем. Сколько на это времени уйдет, я не знаю. Но для вас это будет быстро, я обещаю. Быстро и безболезненно. А для меня, наверное, будет много боли. Да, я, кстати, трамбовал это все вручную. Валероны, когда это делают, они куда-то теряют силос, во-первых, сечку отсюда. Не знаю куда. Но, в общем-то, есть некоторые потери. А если ручками все это делать, то потерь никаких нету. У меня на это ушло около 16 часов на то, чтобы забить 4 ямы. 16 часов реального времени. Поэтому, если ты не сосиска, то ты можешь поставить лайк мне за это. Мне будет приятно. А еще, кстати, кто не знает, на канале можно оформить спонсорку, которая стоит пару копеек. И на стримах у вас появится специальный значок в чате. Но это не самое прикольное. Самое прикольное то, что вы сможете большинство видосов смотреть раньше, чем все остальные. Поэтому, в общем-то, если не хочешь слишком долго ждать следующую серию, то можешь нажать на кнопочку спонсировать. Ладно, это все прелюдия. Давайте начинать работать. И для начала мы повыполняем контрактики. Для того, чтобы выполнять контрактики, нам потребуется наш любимый поезд. Я, честно говоря, от него еще не устал. И мне очень нравится на нем ездить. Соответственно, есть у нас вот такой вот составчик. И есть у нас пока что всего лишь три, но больших 100-кубовых вагончика. И, соответственно, с помощью них мы сможем возить на продажу все. Заводим поезд. Он, увы, долго заводится. Еще раз надо глянуть контракты, что нам куда возить. В порт это легко. ЖД-станция это далеко. Порт и порт. Отлично. Мы это все быстро сделаем. Первый контракт, в общем-то, у нас будет на ЖД. На ЖД-станцию. Бокс номер один. Заказываем себе ЖД-маршрутик. Выезд на магистраль. Выполняются технические работы. Ну, твою ж мать. Ну, как не в тему-то? 13 часов. И у нас не хватит денег на фрезу. Ну, как так-то? Я не хочу время мотать. И мы не можем взять кредит, потому что у нас так 300 тысяч. Возить ручками никомельфо. Вот это по пандос, блин. Ладно, глушим поезд, пока нам не фартит сегодня. Ничего с этим не поделаешь. Возить на грузовике эти контракты мне очень не хочется. Эх, прости поезд. Не удалось на тебе сейчас покататься. Ладно, знаете, что мы сделаем? У нас есть контракт в порт на клубнику на 70 кубов по 2400. В общем-то, благодаря этому контракту мы выйдем из минуса и сможем заняться силосом. Поэтому можно, в принципе, его ручками-то и сделать. У нас есть вот такой вот замечательный Урал. И с помощью него, в принципе, можно немножко покататься. Клубника, давай, полезай в кузов. Жалко, что нельзя ехать по рельсам. Тем более, там мост, там даже рядом по рельсам не объедешь. Была бы зима, можно было бы по льду. Но сейчас не зима. У нас тут вообще нет зимы. В общем-то, три рейсика нужно сделать. И поэтому поехали. Я даже не буду валеронов заставлять, сам поеду. Ну и вуаля, контрактик на поставку товара клубника выполнен. И, в общем-то, у нас впервые за долгое время теперь положительный баланс. И меня это несказанно радует. Но сейчас наша задача его увеличить. Во-первых, друзья, нам понадобится наша Вальтера. И она вроде должна стоять здесь. Или где она стоит? Черт, я не помню. Вот она здесь стоит. Открываем вот этот гараж. И, соответственно, нам понадобится наш фуражный прицеп. Вот этот замечательный прицепчик. Почему они стоят в разных местах, я не знаю. Ну да ладно. В общем-то, садимся, цепляемся. Это самый большой прицеп, который у нас есть на данный момент. И он может перевозить в себе силос. И это уже хорошо. Соответственно, с этим всем добром мы едем в магазин. А в магазине, друзья, нам нужна фреза. Для тех, кто не знает, что это такое, я вам сейчас покажу. Это вот такая замечательная штука, которая стоит 5000 евро. Но мы не будем ее покупать. Мы возьмем в аренду. Покрасим ее в оранжевый цвет, чтобы она была красивой. И, соответственно, эта штука умеет подбирать все с земли. Я бы, наверное, больше хотел взять большую вот эту роповскую приблуду из DL-сихи. Но у меня нет этой DL-сихи. Что-то как-то жаба меня задушила ее покупать. Да и не нужна она, в общем-то. Я думаю, мы справимся именно фрезой. Так что, друзья, погнали на БГА. Открываем трубу. Эта штука сразу находит наш прицепчик. Опускаем эту самую фрезу. Включаем. И смотрите, как это замечательно работает. К нам в прицеп начинает наполняться силос. И да, происходит это, увы, не быстро. А с учетом того количества, которое у нас находится в ямах всего этого дерьма, что-то мне подсказывает, что на это уйдет очень много времени. Прям очень. Но, в общем-то, это единственный способ все это дело продать. Можно, конечно же, зарядить валерона, который будет с помощью ковша продавать это все дело на БГА. Но, во-первых, там будет проседать ценник сразу. А еще, мне кажется, забагалась яма. И это будет очень нехорошо. Почему она не открывается дальше? Шуарт. Это плохо. Ладно, эту проблему я как-нибудь решу. Надо хотя бы добить прицеп этот. Ладно, возьмем из другой ямы. У нас их тут много. Силоса тут до хрена. Хватит на всех. В принципе, накорм овечкам и будущим коровкам у нас заготовлено уже. Поэтому тут все нормально. В общем-то, мы набили прицеп. Можно даже фрезу здесь оставить. И поехали, отвезем все это дело на ферму Кузнецова. И смотрите-ка. Вот тут вот это все дело, скорее всего, можно продать. А нельзя. А где можно? А, здесь в тюках. А где не в тюках? Может быть здесь? Жмых. И отруби. Вот это будет сейчас по пандосу, если здесь нельзя выгружать все это дело не в тюках. Ах, черт, подстава. Видимо, БГА наш единственный друг сегодня. А на БГА понадобится конвейер, чтобы выгружать с прицепа. Вот это я затупил. Почему-то я был уверен, что здесь можно продать это все дело россыпью. Но нет. Видимо, нельзя. Но я в это не верю. Кузнецов, твою мать, возьми россыпью. Ну, в общем-то, друзья, единственная херня, которая нам поможет, это конвейер. Потому что просто так выгрузить не получится. Будем, значит, конвейером. Ох, я боюсь представить, сколько времени, но это все дерьмо у меня и уйдет. Соответственно, залазим в конвейер. Его надо сейчас поднять. Я уже даже не помню, как это делается. Примерно вот так вот. Поднимаем, выдвигаем стрелу. Его надо еще включить. В принципе, из него можно вылазить. Сейчас цепляем прицепчик. Так, цепляйся прицеп. Давай. В принципе, его, по крайней мере, на свапе можно было выгружать прямо на конвейер. Вот так вот. И все это дело посыпало и пошло продаваться. И нам посыпалось денежка. И происходит это, как вы видите, довольно-таки медленно. Эх, сколько времени я буду ждать, я без понятия. Вы представляете себе, 7 миллионов кубов продать таким способом-то? Доход, я бы сказал, тут не то чтобы прям большой. Вот это я, конечно, нажал себе проблем. Люблю я податься в какой-то геморрой непонятный, никому не нужный. Интересно, если оцепи... А, это даже оцепить не дает. Неприятный момент, ничего не скажешь. А еще знаете в чем косяк? В том, что этот силос перерабатываться не успевает. Периодически надо будет ускорять время, если большими порциями это все дело кормить. Зато у нас будет дохера дегистата. Куда мы его потом будем девать, я не знаю. Можно им будет поля удобрять, например. В общем-то, что-нибудь мы решим. Да. Беда. Что-то мне подсказывает, что работа у меня тут на всю ночь. Эх. Ладно. Узнаем, хоть сколько один прицеп стоит. Самое паршивое, то, что сейчас вот мы видим ценник в 267, и он же падло просядет. 20% осталось. Боже мой, как долго? Да, скорее всего есть какие-нибудь модовые конвейеры специальные, которые быстро это все переваривают, перемещают. Но у меня такого нету, искать мне впадлу. Хотя, может быть, правильнее было бы даже найти сейчас, поставить и начать играть. Продолжить запись. Но я не такой. Я люблю боль, видимо. Потому что по-другому никак. Давай, последние капли. Сейчас оно еще с конвейера все доедет. 9000 за один прицеп. Ценник не просел, это, кстати, радует. Ну ладно. В общем-то, я не знаю, когда мы с вами встретимся. А у меня дохера работает. А пока у нас, друзья, продавался силы, приключилось внезапное дерьмо. Я совсем забыл о том, что у нас висит контракт на баклажаны, у которого подходит время. И у нас осталось 28 минут, чтобы перевести 280 кубов. И я, честно говоря, даже не знаю, реально ли это успеть сделать. Но мы обязательно попробуем. Мне кажется, придется прибегнуть к чудо-транспорту. Ха, я еще и лошара. Я еще и забыл запись включить. И не знаю, на каком моменте я прервался. Короче, друзья, у меня есть вот такая платформа. Я сколько смог, столько привез. Осталось 3 минуты до конца контракта. И сейчас они продаются, эти самые баклажаны. Там внутри дискотека. И непонятно, что происходит. Я даже не знаю, баклажаны ли мы привезли. Раз они так колбасятся. Я не знаю, как можно быть таким лошарой, как я. И забыть про сраный контракт. Почему напоминалки не было? Почему мне не поставили напоминалку? В общем-то, сейчас сколько за 2 минуты успеет продаться, столько и продастся. А все остальное придется везти обратно. И мы еще получим неустойку. Не знаю, влияет ли неустойка от количества привезенного продукта. Если бы мы ни хера не привезли, то заплатили бы в районе 200 тысяч. Продалось 25 поддонов за 4 минуты. Это очень медленно. Осталось 2 минуты до часа пик. Блин, неужели они не могут там 10 минут подождать? Если бы 10 минут у нас еще лишних было, я бы, может быть, даже что-нибудь успел бы. Но у нас их не нашлось. Минута осталась. 60 кубов всего продано. За 5 минут. За 5 минут продалось 60 кубов. То есть за последнюю минуту все остальное точно не продастся. Вы же понимаете. Потому что грузчики работают медленно. Ублюдки. Вы не выполнили условия контракта на поставку товара баклажана, неустойка 150 тысяч. Все понятно. 150 тысяч. Ну, а так было бы 200. В общем-то, что-то мы успели сделать. Ай, вот это, конечно, грустно. Вообще не в тему. Что у нас там по остальным контрактам-то? Может быть, тоже там уже сроки подходят. 21 час 40 часов 37 часов. Ладно, пока что можно немножко подзабить. Там уже скоро пути откроют. Блин, были бы пути открыты. Продали бы эти контракты вообще без проблем. Короче, грузим коробки и везем их обратно на базу. Хотя, на самом деле, по-моему, у нас баклажаны... А нет, их нужно будет везти в порт. 258 кубов. Эх. Ладно, давайте оставим их здесь. Хотя нет, здесь их оставлять точно не надо. В общем-то, возвращаемся обратно к силосу сейчас. Потому что там еще тоже очень надолго. Мне еще 4 миллиона кубов осталось продавать. Сами знаете, это происходит не быстро. А этот прицеп даже не пролазит в дороге. Приходится ездить вот так вот в объезд. А мне кажется, за это могут наказать, если увидят. Ну да ладно. Ну что ж, друзья. Силос у нас продан. Еще перерабатывается немного. В общем-то, можно фрезу и конвейер отдавать. Они хорошо потрудились. У нас теперь есть целых 2 миллиона денег. Почти что. В общем-то, можно все это дело из аренды сдать. Очень долго, друзья, все это дело продавалось. И я еще и психанул. Немножко изменил конвейер. Не нашел я, в общем-то, на просторах интернета модовый какой-нибудь. Для 17-й фермы. В которой бы нормально работал. Поэтому я немножко подправил этот. И, в общем-то, он в 10 раз быстрее работал. И у нас почти сутки ушло на продажу всего силоса, который у нас был. Если бы у нас был обычный конвейер, ушло бы 10 суток. Я не готов на это, да. А еще у нас утро следующего дня. И это значит, что мы можем наконец-таки заняться нашими контрактами. Которые один мы просрали. И вот я еще даже потерял поддон с баклажанами. Так несся, так несся. Но главное, что починили железную дорогу. И мы можем без проблем заняться контрактами. Там убирается еще 37-е поле. Я время мотал периодически, когда силос на этот бункер, он забивался. Приходилось время мотать. Поэтому у нас, в общем-то, сутки ушли. Сейчас мы в Альтеру поставим обратно. Потому что она сегодня поработала. Просто дай боже. С этим сраным силосом я не скоро буду заниматься в дальнейшем. Вы меня не уговорите. Хотя, кто знает. Я иногда люблю поупарываться. А кто не поставит лайкусик мне за это, вообще обида будет. У меня на запись этой серии ушло уже больше трех дней. Но ничего, сейчас мы еще покатаемся на паровозике. Падла, откройся. Вот, готово. Сейчас мы его заведем. Посмотрим, что у нас по контрактам. Что по хранилищу. Сколько у нас там есть пшеницы. Сколько ее надо. Для начала ее заводим. И посмотрим ЖД маршрута, чтобы это все дерьмо работало. Потому что в прошлый раз оно не работало. Соответственно, активные контракты. Баклажаны. 9 часов у нас осталось. Мы успеем. Также клубничка у нас тоже в порт. Еще у нас нам надо перевезти пшеничку. 217 кубов. Повесим ее вот сюда. Посмотрим на складе, сколько у нас есть. У нас есть 213 кубов. Но уже Урал сюда едет. Который привезет остаток. Сколько там не хватает. Поэтому можно в принципе ехать загружаться. Пшеницу мы везем на ЖД станцию. Но для начала надо выехать отсюда. И переставить наш чудо поезд. Под загрузочку. Для этого выезжаем задним ходом. Аккуратненько. Хоть на поезде сегодня покатаемся, что-то хорошее будет. Хотя, если уже говорить о хорошем, то у нас есть деньги. И это классно. Мне нравится, когда у нас есть деньги. Можно купить себе все, что захочешь. И мы в следующей серии обязательно купим. И все у нас будет очень хорошо. Честно, только аккуратненько здесь не заехать на красный свет. А то мы помним, что длина поезда у нас тут тютелька в тютельку. Я думаю, даже лучше с такой камерой это делать. Я думаю, вот так должно хватить. А то сейчас еще на красный свет проедем. Еще один штраф будет. Еще одна неустойка. Мы этого не хотим. Переводим стрелочку и погнали. Выставляем вагончики. Нам нужен вот этот вагон под загрузку. Ща мы туда пшенички насыпем. Урал уже разгрузился, кстати. Пока я тут вожусь с этим поездом. Так что ща мы пшенички сюда сыпанем. И будет все круто. Наверное, вот как-то вот тякать надо. Хоп. И он даже дает загрузку. Давайте в первый вагон загрузим 17 кубов, а в остальные по 100. Ага, хренушки. У нас тут по 94 куба вагоны. Значит 29 надо. 29 в один вагон и по 94 в остальные. В общем-то, по-быстрому загружаемся. И все. Загрузилось. Быстро. Ну, для вас быстро. Я тут долго ждал. В общем-то, нам надо на ЖД-станцию. И, соответственно, это четвертый путь. Там, где зерновая вот эта хреновина находится. Элеватор. Куда все выгружается. Заказываем маршрут туда. Врубаем задний ход, как ни странно. И повышенную передачу. Пора туда ехать. Летим туда. И контракт выполнен. Первый из трех выполнили. Не просрали. Это хорошо. И сейчас нам нужно ехать в порт. Потому что там, именно около порта, находятся наши любимые теплички. И мы едем к ним. Потому что нам придется сейчас возить в порт. Всякую другую утварь. Точнее, баклажаны и клубничку. Полетели, в общем-то. Музыка. 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 Ну и все, друзья. В общем-то, контракты можно считать выполнены. Глушим поезд. Я сказал, глушим поезд. И оставляем его здесь. Я на сегодня все. Я задолбался. Сегодня хорошо мы потрудились. И заработали кучу денег. И выполнили три контракта. Соответственно, смотрите. Наступит восемь часов утра. Закончится уборка тридцать седьмого поля. Я займусь пассивными. А также у нас откроется агентство по недвижимости. И я, друзья, попробую выкупить тринадцатое. Двенадцатое, тринадцатое и четырнадцатое поля. Тут, правда, вот у Антошки Чугунка лояльность 90%. Но можно будет, в общем-то, какой-нибудь контракт сделать на его поле. Еще я не знаю. Птицеферма или... Кстати, птицеферма еще не прокачана. И коровник. В общем-то, что-то будем из этого покупать. Не знаю, что у нас появится к следующей серии. Но я нацелен на рисовые поля. А также на бирже контрактов, в общем-то, есть различные контрактики. И опять-таки, баклажаны есть много. И все. Больше овощей никаких нету для теплиц. А, еще и клубничка есть. Отлично. Я, в общем-то, досконально посижу здесь. Посчитаю, что как нам надо делать. И, в общем-то, тоже там подсобираем. И потом, может быть, устроим какой-нибудь стремец, где будем кататься на нашем любимом паровозе. Может быть, прикупим к нему еще вагончиков. Почему бы и нет? Зерновозы, может быть, и не сильно нужны. А вот еще три вот таких вот открытых вагона для товаров. То, что в поддонах. Я бы, наверное, прикупил. Было бы классно. Так что, в общем-то, деньги есть. Планы есть. И на этом у меня, друзья, все. Не забывайте про ваши комментарии. Их должно быть дохерища. И я буду счастлив. Вы же хотите, чтобы я был счастлив? Если вы не подписаны, то подписывайтесь на канал, потому что впереди много всего интересненького. С вами был Никита Диллэй, друзья. Всем всего доброго. Пока-пока.